Итак, ровно через минуту к нам выйдут герои, которые ответят на всё. Но сначала, по традиции, наши вопросы. Как вы думаете, на что похоже место, куда вы сейчас выйдете? На М1. А, а что это такое? Вы не знаете такие бои без правил? Арена для боев. А вход такой же, очень похожий вот место. Предположим, вы первые, у кого возникла такая ассоциация. Согласны ли вы с утверждением, что детям ни при каких обстоятельствах нельзя говорить неправду? Нельзя говорить неправду? Нет, не согласен. Я не согласен. Почему? Нет, детям нельзя говорить неправду. Можно кое о чём и молчать. О, ну вот это да. А готовы ли вы пообещать, что будете стараться предельно честно отвечать на вопрос? Пообещать можем. Что будем стараться, да. Я хочу предупредить вас, если по какой-то причине вы не сможете или не захотите отвечать, вы имеете право три раза отказаться отвечать на вопрос. Кроме того, прямо сейчас, пока не поздно, вы вообще можете отказаться от участия в нашей программе. Вы готовы выйти к детям? Держись. Чистая мать. Ещё-таки, вы готовы выйти к детям? Ну, готова. Дамы и господа, сегодня в гостях у программы «100 вопросов взрослому» Анжелика Варун и Леонид Агудин. Анжелика, Леонид, у нас в программе много традиций. Одна из них в начале. Мы просим наших героев коротко рассказать о себе то, что они считают нужным. У вас одна минута. Одна минута на двоих? Да. Хорошо. Время пошло. Ну, начинай, Сташ. Я отец двоих детей, 42 года, мужчина в полном расцвете сил, композитор, поэт, артист, певец, песен. Я... Я мама дочери Елизаветы, я певица, мне 40 лет, я жена Леонида Агутина. Спасибо. Готовьтесь к вопросам от участников программы. Первый вопрос справа, синий микрофон. Скажите, пожалуйста, меня зовут Ваня, вот, как у вас получается столько лет любить друг друга? Сохраняйте чувства. Это вопрос, наверное, самый сложный, потому что любовь в понятии эфемерное, объяснить его невозможно. Но, тем не менее, несмотря на это, есть много составляющих всяких, когда мы говорим о любви людей, которые очень долго живут друг с другом. Вот это химическое соединение людей, когда людям вместе приятно, когда люди друг друга уважают, когда люди друг друга понимают, когда у людей есть общее дело, когда у людей есть общие привычки, общие дети, общая семья, общий дом. Вот. Когда все это вместе приплюсовывается к одному очень главному, ты не можешь жить без этого человека. Тогда все это работает. Спасибо вам. Анжелика, вы тоже можете отвечать? Нет, я хотела как раз дополнить, самое главное это, когда ты не можешь без этого человека, но Леня решил сказать все сам. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Настя. А вот как вы думаете, ревность полезна или бесполезное чувство? Ну, для того, кого ревнует, приятное чувство, наверное. Да? А для кого? Ну, главное соблюдать по возможности. Я понимаю, что все зависит от вашего темперамента, но если вы контролируете это чувство, то оно безусловно полезно. А вы друг друга ревнуете? Могу говорить только о себе. Я да, я очень ревнивый человек. А вы, Леонид? Только попробуй сказать нет. Конечно, ну а как же. Здравствуйте, Анжелика. Когда вы встретили впервые Леонида, это был мужчина вашей мечты или нет? Вот в моем случае, правда, говорят, что женщины любят ушами. Мне надо было услышать Ленин альбом, для того, чтобы влюбиться в этого человека. Ты не зря писал. Ну, зря-не зря. Это разберемся лет через 20-30. Но, во всяком случае, я в первую очередь влюбилась в его музыку. А потом мы уже... Бывали любовь с первого взгляда? Это любовь была с первой услышанной ноты. Сейчас многие заключают брачные контракты. А вы заключали? Нет. Это немыслимо просто. Слушай, как же мы так? Мы, наверное, старые закалки ребята. И привыкли вот как-то все на доверии, чтобы было. И все, что касается каких-то сомнений в этом смысле, это просто граничит с каким-то предательством. Легче, по-моему, умереть. Я не знаю, может, новое поколение? Если ты выходишь замуж, ты же понимаешь, за кого ты выходишь. Ты знаешь, чувствуешь и понимаешь этого человека. Ты знаешь, на что он способен. Ты доверяешь ему. Как вот в этой атмосфере доверия можно составлять брачные... Может, я сейчас нелепые вещи говорю, потому что говорят, что жизнь большая, и что в жизни случиться может всякое. Но я готова ради вот этой своей веры во что-то большое и настоящее рискнуть. Всем. Спасибо. Красный микрофон. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Часто ли вы друг другу что-то доказываете? Ух ты. Здорово. Жена моя постоянно мне что-нибудь доказывает. Ну, например. Спасибо. Она всегда доказывает, что она талантлива. И у нее каждый раз... Вы сомневаетесь? Нет, я причем в этом не сомневаюсь. Но она доказывает. Это правильно, наверное. Наверное, самой себе. Ну, и мне, потому что... Ну, как бы ты вот... Да, ты вот тот, и сё, и сё. А вот посмотри, что я. Как я могу. Посмотри, я лучше стала делать это. Я умею это. А посмотри, как у меня получилось это. Мы называем это хвастаться друг другу. Но раз вы говорите доказывать, наверное, доказывать. Ну, вообще, на самом деле, Леня принял эстафету от моего папы, потому что раньше я доказывала своему папе, что я могу, что я имею право. Теперь вот мужа доказываю. Причем это не из-за меня. Да, это абсолютно. Да, у нас такой имидж, как бы считается, что такой вот здоровенный такой Агутин пришел по весу, вечно пьяный, на такой музыканту. Взял эту бедную несчастную димовочку, заломал. Сдалась. Потому что такая девочка была. Этот пришел, не разувший ботинки. И такой получается, я некий такой профессиональный музыкант, и такая некая Анжелика со мной рядом, жена. Что ужасно обидно, потому что я живу с потрясающе талантливой женщиной, и женщина очень профессиональная в той работе, которую она делает. И из вот этого, какого-то такого мнения, не знаю, как оно создается. Может, из-за красивых платьев. Может. Костюмчик сменить. Ни в коем случае. Вот, из-за этого получается, что ей приходится доказывать все это мне. Хотя я-то во всем уверен и знаю. Хотите сказать, что вы ничего не доказываете своей жене? Я просто не могу, я не могу не соответствовать. Для меня будет плохо, если ее мнение будет отрицательное. Мне очень важно даже ни слова услышать. По настроению я могу понять, что так, что-то не надо поковыряться еще в этом. Что-то я не досочинял, что-то не то. Не проходит. У зрителя не прошло, у главного. Ладно, спасибо. Продолжаем разговор. Следующий вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а какие концерты больше всего приносят денег? Певица Анжелики Варум, композитора и певца Леонида Агутина или совместные концерты? Певица Анжелики Варум, композитора и певца Леонида Агутина. Они приходят в зрительный зал, садятся по местам, указанным в билетах, и смотрят концерт. В основном нас приглашают вдвоем. Наверное, нас не будут приглашать по отдельности, пока кто-нибудь из нас не умрет. Иногда нам нравится самим бесспорно. Мы дополняем друг друга в этих концертах, и это, в общем, понятно, почему приглашают вдвоем. Нам самим нравится ездить вместе намного сподручнее. И иногда какие-то клубные концерты мы работаем по отдельности, это другого плана выступления. А насчет денег, вы знаете, когда есть работа, деньги есть, когда нет работы, денег нет. А уж какая она, такая или сякая, на деньги это не влияет. А вы, Анжелика, как считаете? Ну, все, что касается концертов. Безусловно, совместные концерты работают гораздо удобнее. Я надеюсь, Леня уже ответил по поводу денег, уже больше вопросов нет. Потому что ты делишь ответственность пополам. И есть такое мужское плечо, на которое можно опереться. Потому что я вспоминаю свою работу сольную, это бешеные энергетические затраты. И я не знаю, хотела бы я сейчас заниматься сольной карьерой. Боюсь, что нет. Спасибо. Анжелика, у меня к вам вопрос. А сколько вы везете? Вы такая миниатюрная. Что вы вообще едите? Ой, я всеядна. Я, в отличие от моего мужа, ем все. А муж у меня, как это правильнее сказать? Ну, почти вегетарианец. Почти вегетарианец, да. Он практически не ест... Хотя, казалось бы, наоборот, должно быть, да? Да, практически не ест мясо, практически не употребляет белковую пищу. Я очень люблю и мясо, и рыбу, и прочее, и прочее, прочее. Не знаю, я думаю, что это отчасти наследственность. Ну, и потом, каждое утро я в любом случае становлюсь на весы, и я слежу за весом. И если я понимаю, что накануне я съела много, я устраиваю себе разгрузочные дни. Анжелика, скажите, пожалуйста, а за свою жизнь вы часто ходили на девичники? Боюсь, что никогда. Я ни разу не была на девичнике. Имеется в виду день, предваряющий свадьбу подруги? Она не пьет просто. Леонид, тогда вопрос к вам. А вы когда-нибудь отпускали за свою совместную жизнь Анжелику куда-нибудь одну? Там, в клуб или куда? Или такого не было? Ну, она ходит... Проказано молчи. Она очень любит... Она играет в карты очень хорошо. Просто, ну, профессионально, можно так сказать. Профессионально в смысле... Профессионально в смысле мастерства. Мастерства. Вот. И у нее есть свои друзья, приятели, подружки, с которыми она играет. Я тут ничего не могу поделать. Спасибо. Потому что, в свою очередь, я иногда уезжаю на бильярд. И с этим поделать тоже ничего невозможно. Спасибо. Здравствуйте, Анжелика. Меня зовут Катя. Скажите, пожалуйста, вот вы из хорошей семьи. Вы когда-нибудь дружили со Шипаной? Так. Я родилась во Львове. Это запад Украины. Мне очень повезло с моим двором, скажем так. Потому что это был новый район Львова. И туда как-то вселились все вместе, молодые семьи. У меня было, наверное, подружек 15, которые были приблизительно моего возраста. И мальчики почему-то были все лет на 5-6 старше. В общем, годам 12-13 нам уже было чем заняться. Пианит, а вы? Ну, трудно сказать. Я, как любой мальчик из хорошей семьи, очень люблю рассказывать, что я был хулиганом. Неприлично говорить, что ты маму с детства слушался. Я свою маму очень любил и люблю. И вообще своих родителей старался слушаться и учился, в общем, хорошо. Ну, а всякое такое хулиганство меня не избежало. Я был обычный подвижный парень, для которого было важно, как о нем думают его сверстники. И важно было за себя постоять. И важно было в каких-то драках принимать участие. Потому что, а как же потом скажут, что надо как-то... Не ваш, победил, не победил, главное, участие. Но злостным бандитом никогда не был. Но всякие мелкие неприятности своей матери, конечно, доставлял. На кого больше похожа ваша дочь Лиза? На вас, Анжелика, или на вас, Леонид? Когда Леня приехал в роддом ко мне, его пустили ко мне в палату, он увидел Лизу, лежащую рядом со мной, в кровати, он разрыдался. И смог сказать единственную фразу. Маня, это же я. Это была такая Ленина копия, что мне просто... Мне ее когда показали, я с последней надеждой сказала, это мальчик? Мне говорят, нет, девочка. Но сейчас она немножко переоформилась. Это, конечно, Ленина лицо. Но абсолютно женское, женственное, с моей мимикой. И, на мой взгляд, очень интересное. Вообще, это наблюдать удивительно. Вот для отцов, отцы дочерей. Удивительная штука, когда дочь похожа на тебя. Вот ты смотришь, она на тебя похожа. Ну, понимаешь, как твое лицо может быть женским, симпатичным, таким, миловидным. Это так довольно странно наблюдать. Я знаю такую вещь, что ваша дочь часто бывает в Америке, а вы все время в России. Не боитесь ли вы потерять связь с дочерью? Боимся. Нет, не боимся. А поподробнее? Не знаю, это на уровне чувств. Это очень трудно объяснить. Ты просто приезжаешь, и ты понимаешь, что твой ребенок открыт для тебя. Я не знаю, дело ли это временное или это навсегда. Я очень хочу надеяться, что это навсегда. Да, вот этот уровень доверия, уровень взаимной любви и взаимопонимания. Мне очень хочется в это верить. Ей сейчас 11 лет. Я уверена, что будут какие-то сложные периоды. Но я очень хорошо помню мое общение с папой. Папа тоже очень часто гастролировал. И я могу просто по пальцам перечесть наше с ним общение, начиная с моего сознательного более или менее 10-летнего возраста и до 18-19 лет. И несмотря ни на что, он всегда был и остается для меня авторитетом и очень любимым человеком. Я надеюсь, что эта модель моя, она перейдет к нашим отношениям с дочерью. Боюсь, потому что мы ее не видим. Просто мы видим, конечно. Наше общение примерно 3 месяца в году, если общее время. Это очень мало. Но у меня так же было. Я тоже отца не видел практически. Это не повлияло на мое к нему отношение. В смысле, я его очень люблю и с ним советуюсь, и доверяю ему. Я всегда завидовал семьям. Знаете, когда ребенок может отца наблюдать постоянно. Невозможно человеку приехать и сказать, так, значит, слушай, жить надо так. Это невозможно сделать, правильно? Потому что сейчас ему не интересно тебя слушать. Бать, я тебя умоляю, сейчас мне надо бежать куда-то. А давай мы потом поговорим. А потом ты уже уехал. А ты нужен в тот момент, когда возникла проблема. В этот момент нужно сказать. Так, справляться с этим надо так-то и так-то. Тем хорошо присутствие постоянно этим. К сожалению, до слез просто. Мы не можем себе это позволить. И не можем не потому, что мы ребенка взяли и отправили жить в Америку, потому что мы решили, что там жить лучше или по каким-то другим причинам. У нас так сложились семейные обстоятельства. Так получилось просто в нашей жизни. И мы сейчас не можем ее изменить, эту жизнь. Она долго рассказывается. И мы вынуждены жить таким образом. И мы только надеемся, уповаем на то, что сказала Анжелика. Мы надеемся на то, что мы все люди, которые друг друга любят и понимают. В конце концов, сейчас, слава богу, Америка не другая планета уже. Не так, как было раньше. Есть мобильный телефон, есть куча, есть интернет, есть куча всяких коммуникаций. И мы, в общем-то, постоянно вместе. Ну, так что это все не так уже страшно. Мы больше себе так надумаем. Просто, когда вы спрашиваете, боитесь, я говорю, боюсь, честно говорю. И говорю, за что боюсь. Но в то же время, я думаю, что вы выкормкаете как-нибудь с этого. Друзья, следующий вопрос, пожалуйста. Вот я знаю много мам, которые хранят детские вещи своих детей. А вы храните какие-нибудь вещи, которые уже маленькие, Лизи? У нас, на самом деле, очень большая семья. И все Лизины вещи, по крайней мере, Лизины, всегда переходят по наследству вот дальше. К пыльмянникам, к пыльмяницам и так далее, и так далее. Да, но у меня хранится вот эта подвязочка, которую младенцу на руку одевают с ее именем, весом и временем, когда она родилась. У меня хранится. И я вам скажу, что я не думал, что со мной это будет происходить. Знаете, эти фотографии бесконечные стоят на полочке. Штучки какие-то, игрушечки вот эти. Вот эти Лиза маленькая, большая, средняя. Знаете, с того ракурса, с этого. Я никогда не думал, что со мной это происходит. И со мной это таки происходит. Спасибо большое. Следующий вопрос с этой же трибуны. Молодой человек, прошу. Здравствуйте, меня зовут Александр. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Ведь большинство времени вы проводите в Америке? Мы в лучшем случае проводим в Америке около трех месяцев. А так где? В России, в России здесь. А в остальном на гастролях. А вас не смущает то, что в России русских стало меньше, чем иммигрант? Вы шутите. Мы пропустили эту демографическую катастрофу с тобой, пока были в Америке. Вот ужас-то, а? Смущает вас это? Меня не смущает, потому что, по счастью, я об этом ничего не знаю. И насколько я могу положиться на здравый смысл этого, просто не может быть. Ну, я скажу вам, я отвечу на этот вопрос. На мой взгляд, наша страна, причем очень давно, очень-очень давно, так давно, что уже никто и не помнит, когда стала многонациональной страной. И скажу вам более того, большинство хорошего в этой стране придумано именно ее многонациональным зерном. Поэтому говорить о людях не русской национальности в этой стране, по крайней мере, да, я считаю, вообще некорректно и очень опасно. А вот что касается огромного количества использования иностранного труда, это вопрос очень сложный, который стоит вообще перед человечеством сейчас, перед всеми цивилизованными странами. Экономически очень выгодно. Потом возникают, в связи с тем, что существуют некие политические свободы, возникают проблемы. Но ради бога, вы очень взойдете в тупик, если вы начнете соединять эти два вопроса в один. Вопрос межнациональный, то есть вопрос проживания на территории России разных национальностей, русской, армянской, еврейской, грузинской и так далее. Это вопрос один. И другой вопрос, вопрос использования иностранного труда, также сделать это корректно, чтобы не раздражать население местное, которому же самому же выгодно использовать людей в той работе, в которой сами они не будут принимать участие. Надеюсь, я ответил. А вас не смущает то, что большая часть нарушений закона делают именно приезжие люди? Откуда у вас эта статистика? Откуда она у вас? Ну, взрыв домов. Это... А вы... Подождите секундочку, подождите. Я постараюсь. Все правильно, очень много. Я еще раз говорю, это вообще проблема всего цивилизованного мира сейчас. Мы для всего мира, мы где-то еще третий мир. Можно я скажу, подлость человеческая от национальности не зависит. Понимаете? Согласен. Не подлость, не жестокость. В любой национальности есть люди, а есть нелюди. Понимаете? Я это понимаю. Будьте внимательны, учите историю, читайте книги. Да, мы читаем. Тогда вы сможете разобраться. Следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Яна. У меня, значит, такой вопрос или просьба, даже не знаю. У меня есть лучшая подружка. К сожалению, я не смогла сегодня приехать. Но ее папа Анатолий Григорьевич, когда слышит ваши песни, он просто замирает. И вы не смогли бы хоть что-нибудь петь? Кто-то хочет, чтобы сейчас замер Анатолий Григорьевич? Просто папа Анатолий Григорьевич. Давайте мы пойдем сейчас еще по вопросам, а потом вернемся и что-нибудь. А потом эффектно развернемся. Там, тадара-тара-тадам. Хорошо, спасибо большое. Так, а теперь включите, пожалуйста, краску микросом. Ну вот, молодой человек затронул тему о национализме. По нему сразу можно сказать, что он скинхед. Ну вот, я по национальности армянка. Уже с рождения тут оживу. У меня есть много друзей. Ну, общаюсь со всеми. И что, мне из-за этого уезжать? Это риторический вопрос. Ну, я, во-первых, нехорошо, если сейчас эта передача закончится перепалкой между вами. Потому что вы сразу видите, что он скинхед, а он сразу видит, что вы армянка будете. Вот, так что... Ребята, я вам советую присмотреться друг к другу. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Анжелика. Я хотел бы задать вам такой вопрос. Вот вы когда-нибудь искали счастье? Вы его ищете или вы его уже нашли? Ну, совершенно определенно могу сказать, что я не в поиске. Я в состоянии, когда нужно сохранить. В переживаниях и в состоянии, когда нужно сохранить то, что есть. Счастье вообще, по-моему, как я понимаю это слово. Счастье — это мгновенное ощущение. И ощущение полного счастья приходит очень редко, вне зависимости от того, счастлив ты в целом в жизни или нет. В целом в жизни мы счастливы. Но мы, наверное, все-таки в поиске таких моментов. Мы хотим, чтобы они случались. Я вам скажу такую вещь. Как вас зовут? Даниил. Будем знакомы. Я скажу, когда я был в учебке в армии в первых месяцах, кто-то в посылке, я помню, прислал земляничное варенье. Как сейчас, помню, земляничное. Опять-таки, я его не люблю и сейчас не ем. И вообще не ем варенье, в принципе. Не люблю сладкое вообще. Я тоже. Вот. И совпало это в воскресный день давали кусочек масла. И вот, я помню, я намазал на кусок белого хлеба. Не знаю, откуда он взялся. Вот это масло. А сверху таким тонким слоем земляничное варенье. Вот когда я это откусил, я почти потерял сознание. И внутри я вот так закрыл глаза. И внутри, знаете, такой вот салют над Кремлем у меня. Почему так? Я очень хорошо помню это ощущение. Это такое. Полопались такие пузырики. Да, удовольствие, счастье. Мы всегда есть какой-то радости. Вот. В этих поисках находится любой человек. Но это не имеет отношение к тому, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем вы говорите. Счастливы ли мы в жизни. В жизни мы счастливы. Но это переживание, нервотрепок, самокопание, депрессия. И это все равно не отменяет. Никак. Усталость и всего остального. Как бы ты не был счастлив, это не отменяет. Парин, спасибо. У Юис Кэррол, которая написала «Алиса в стране чудес», есть такая, пусть не прямая, но цитата. До завтрака нужно преодолеть не менее десяти невозможностей. А сколько невозможностей приходится преодолевать вам до завтрака? Я стараюсь до завтрака не преодолевать невозможности. Иначе я могу кого-нибудь убить. А мне надо преодолеть невозможность позавтракать самой сначала накормить мужа. Например. Ну, в избежание крови. А дальше мы уже можем преодолевать невозможности какие-то. Спасибо большое. Извините, я все-таки возвращаюсь к своей просьбе и хотела бы попросить. Ну, Анатолий Григорьевич, ну, все-таки очень просил. Есть еще вопрос. Давай какие-нибудь песни напевать. Ты свою, я свою. Как же мне плохо без тебя. Я не могу дышать свободно. Есть. Дальше ты поешь. Это потому что ты в тональности не определился. Я думаю, что в какая мне удобнее. Послушай, все в твоих руках. Все в твоих руках. Все в твоих руках. Послушай, все в твоих руках. Все в твоих руках. Надо будет заняться как-то акапельным пением без инструментов. Вам очень будет благодарен. Спасибо большое. Спасибо. Ну и еще один вопрос. У нас в программе есть традиция. Она очень странная, но покажите язык. А можно ограничиться одним языком? Нет. Лень, покажи еще раз. Будь добр. Но у меня другого нет языка. Покажите вы. Анжелика и Леонид. Время вопросов от участников программы подошло к концу. Но это значит, что теперь вы имеете право задать свои вопросы любому из детей. Прошу вас. У меня вопрос к молодому человеку. Я прошу прощения, я не запомнила вашей. Саш, он состоит вопрос из двух частей. Первая часть вопроса. Важен ли для вас мир в принципе? Да. И второй вопрос. Что нужно для того, чтобы мир на земле был? Спокойствие. Чтобы каждый национально жил в своей стране. У меня есть маленькая ремарка. Моя семья многонациональная. В моей крови течет еврейская, украинская, белорусская, русская, польская, австрийская крови. Скажите, пожалуйста, мне-то что делать? Жить и никому не мешать. Где? Где вам удобно? Мне очень удобно. Вы же ничего плохого не сделали? Нет, ничего плохого не сделала. Мне можно остаться? Да. Спасибо большое. Спасибо, Анжелика. Леонид, я так думаю, что вы не часто бываете в такой аудитории, поэтому, может быть, у вас есть желание задать вопрос? Да я не знаю, замечательная аудитория, мне все нравится. Что спрашивать? Никаких вопросов. Все поговорить. Я могу что-то спросить, конечно, у аудитории. Скажите, вот кто мы с Анжеликой для вас? Дяди, тетей? Певцы? Важен вам наш возраст? Вас это вообще как-то колышет? Или мы просто вне возраста и чего-либо, просто некие персонажи? Кто первый ответит? Ну, наверное, на сцене вы больше как любящая пара, которая радует глаз, и вас приятно на самом деле слушать. Но сейчас вы больше как дядя с тетей, которые рассказывают про свою жизнь. Вы поете песни, которые нравятся всем, и возраст не имеет значения. Спасибо вам. Я считаю вас великими людьми, которые добились жизни многого и которым стоит подражать. И ни в коем случае возраст не имеет значения. У вас есть талант, вы нравитесь людям, то, что вы делаете, нравится людям, и я думаю, это главное. Ну и еще одно мнение. Мое мнение такое, то, что, несмотря на всех, я скажу, то, что вы клевые. И то, что, я не знаю, вы не дядя с тетей, да, а такое ощущение, что были наши ровесники, допустим. Спасибо. Спасибо. Леонид Агутин и Анжелика Варун сегодня в гостях у программы «100 вопросов взрослому». Анжелика и Леонид, жду вас с ухода на площадку. Вот здесь я прошу вас ненадолго задержаться, хотел кое о чем вас спросить. Скажите, пожалуйста, среди заданных сегодня вопросов, какой вопрос вам показался наиболее сложным? Ну, в моем случае это очевидно совершенно, потому что вот в душе какие-то вещи есть, есть какой-то элемент возмущения и прочее, и прочее. И вот эти чувства, они переполняют, и как отвечать на вопрос для того, чтобы быть аргументированным и быть, как это слово, убедительным, вот эмоции мешают. Хотя это одна из самых больших и серьезных проблем и очень опасных. Леонид, вы тоже так считаете? Да, если по вопросу сложному, это, конечно, то же самое. А что касается вообще всей остальной беседы, я получил большое удовольствие. Я скажу, что сегодня в процессе разговора я понял, что, в общем, слава богу, особо ничего не поменялось. То хорошее, что в людях было и есть, в детях на то времен и то, что сейчас, это самое главное осталось. Это самое главное. За это я боюсь больше всего. Это, слава богу, еще есть. Сегодня я это понял. Хорошо. А задавали вам сегодня традиционные вопросы? Те самые вопросы, которые часто задают журналисты, на которые вы устали отвечать? Я вообще, мы вообще отметили, я так думаю, да, глубину поднятых каких-то проблем. И при этом корректность людей, которые задавались этим вопросом, был приятным. Напомню, наша программа называется «100 вопросов к взрослому». Сегодня вы успели ответить только на 18 вопросов. А это значит, что мы обязательно ждем вас в гости еще раз. А теперь обращаюсь к аудитории. Дамы и господа, кто считает, что наши герои были с нами откровенны, поднимите, пожалуйста, руку. Ну, по-моему, единогласно все считают, что наши сегодняшние гости были с нами откровенны. Спасибо, ребята. Леонид, я думаю, что ребят не нужно спрашивать, почему они именно так считают, потому что мы услышали это из их ответов на ваш вопрос буквально минуту назад. Анжелика и Леонид, еще одна традиция в нашей программе. Последнее слово всегда за героем. Подведите, пожалуйста, итог состоявшимся разговору, ну, буквально полминуты вам. Прошу. Стоит, наверное, сказать, ребята, на наш взгляд, мне кажется, общий. В основном все происходит хорошо. Никакой трагедии, разрушения души нового поколения, вот этого разрушения, современная жизнь ужасна, мы потеряем какой-то культурный пласт, все это ерунда. Все происходит так, как должно происходить. Мы видели ваши глаза. Так, как происходило миллион лет до нас, и будет еще миллион лет происходить после нас. Вот так, чтобы вы на правильном пути. А если наш совет такой родительский, просто больше читайте. Больше читайте, еще очень важно, в жизни всякое бывает, всякое случается. Это ваша школа, это ваш опыт. Единственная просьба, держите, пожалуйста, баланс. Это очень важно. Спасибо. Анжелика Варун и Леонид Агутин были сегодня в гостях у программы «Сто вопросов взрослому». До встречи через неделю. Спасибо.